Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии программа «По существу» в студии Татьяна Трофимова. 2014 год – Год культуры в России, подходит к своей золотой середине. И уже проведено много мероприятий по этому поводу и есть что обсудить. 19 июня в Чебоксарах завершилась конференция, где представители субъектов ПФО делились опытом по проведению Года культуры. О ее ключевых моментах расскажет наш гость, министр культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики Вадим Петрович Ефимов. Здравствуйте, Вадим Петрович! Здравствуйте! После проведения такого масштабного мероприятия у нас в Чувашии, у нас в Чебоксарах, наверное, есть чем поделиться, что рассказать. Какие выводы для себя вы сделали? Что подчеркнули? Вообще, сам тот факт, что Чебоксары и именно Чувашская республика была определена местом проведения, это, на мой взгляд, определенная оценка нашей работе, нашей деятельности именно в культурной политике. На самом деле, очень много интересного было во время этой конференции. Мы, вообще, Приворский федеральный округ, это шестой федеральный округ, где проводятся эти окружные конференции. С 18 по 19 июня, по сути, Чебоксары город стал столицей, культурной столицей Приворского федерального округа. 13 моих коллег, министров культуры регионов Приворского федерального округа, в течение двух дней обсуждали проблемы, пути дальнейшего развития отрасли, культуры, в широком смысле этого слова, и вырабатывали конкретные пути решения каких-то проблем, которые есть в том или ином регионе. И участие в этом таком форуме, в масштабном, крупномасштабном форуме представителей Министерства культуры Аллы Юрьевны Манилова, это заместитель министра культур России, которая курирует региональную политику, работает с регионами, и участие первого заместителя председателя комитета по культуре Государственной думы Российской Федерации Елены Григорьевны Дроперко придал еще более высокий статус этому мероприятию. Насколько я знаю, на форуме обсуждалась очень активно поддержка именно работников культуры. Чем поделились другие представители субъектов ПФО? Что вы для себя приняли, для нас, может быть, что-то можем мы применить именно на Чувашской республике? Что подчеркнули в этом плане? Ну, прежде всего, я хотел бы отметить, что на сегодняшний день присуще всем регионам Приволжского федерального округа, и не только, а вообще всей России, всей Российской Федерации, это, прежде всего, материальное стимулирование работников культуры, это увеличение заработной платы. В нашей республике принят соответствующий план, как мы это сейчас называем, дорожная карта по этапному увеличению заработной платы до 2018 года. То есть, к 2018 году мы должны выйти к 100% соотношения, к 100% к средней заработной плате по Чувашской республике. На сегодняшний день процент соотношения у нас в республике составляет около 65%, и мы в плановом режиме в этом направлении движемся. Это первое. Второе – это, конечно же, всевозможная поддержка, особенно молодежь, в целях привлечения в отрасль и привлечения на село. Это поддержка всевозможная грантовая. Выделяются на конкурсной основе гранты на реализации каких-то творческих проектов. Безусловно, большой нашей поддержкой стал конкурс, который проводится Министерством культуры Российской Федерации по определению лучшего работника, сельского работника культуры. Какой это регион, может, вас впечатлил? Пример какого-то региона? Есть опыт работы Оренбургской области, Республики Татарстан по такому опыту, как проведение такой безболезненной оптимизации на сегодняшний день структуры штатов наших учреждений культуры. Речь идет о чем? Речь идет о таком обслуживающем и техническом персонале, который на сегодняшний день непосредственно в творческой деятельности, в творческой работе не принимает участие. Но без этих людей, конечно же, наши учреждения культуры не могут существовать, не могут работать. Поэтому было очень интересно вот этот опыт подчеркнуть у наших соседей. И мы, конечно же, примем какие-то такие ключевые основополагающие вещи за основу, чтобы можно было их применить в нашей Республике. И что это нам даст? Ну, это даст, во-первых, безусловно, увеличение заработной платы для работников культуры, непосредственно творческих людей, которые работают в наших учреждениях. И второе, это даст возможность сохранить и не сокращать количество людей. Вот мы, условно говоря, сегодня говорим, что у нас в отрасли культура в Чувашской Республике работает около 5000 человек. И мы, безусловно, нацелены на то, чтобы сохранить это количество людей. Вадим Петрович, Вы сказали, что на конференцию приехали очень высокие гости, были представители всех субъектов ПФО. А они что подчеркнули в нашей Республике? Что они для себя, может, что-то им особо понравилось? У нас, на самом деле, есть, что показать, чем поделиться. И, конечно же, в первую очередь, нашим гостям было интересно, как развивается наша сельская культура. Мы вывезли наших гостей в Мариинско-Посадский район, где они ознакомились с деятельностью такого информационно-культурного центра. Где вот под одной крышей, на самом деле, у нас сосредоточено практически несколько учреждений культуры. Если вот так вот смотреть, это и библиотека, и сам непосредственно клуб. И здесь же проводятся всевозможные выставки. Выставки и картин, живописи, и выставки декоративно-прикладного искусства. И нашим гостям было очень интересно. Вы знаете, что у нас в республике реализован очень такой значимый и очень нужный и необходимый проект. Это создание модельных библиотек. И на базе этих модельных библиотек с прошлого года у нас идет активное создание центров по предоставлению муниципальных и государственных услуг по принципу одного окна. Вот у нас на сегодняшний день в республике более 230 таких окон уже созданы. Они все созданы на базе наших сельских библиотек. Это, конечно же, во-первых, я хочу сказать, что это уникальный опыт вообще в целом по Российской Федерации. Нет пока на сегодняшний день. Во всяком случае, я вот не располагаю такой информацией, чтобы где-то в других субъектах эта работа проводилась. То есть мы единственный большой опыт у нас по проведению крупных фестивалей. Вы знаете, что у нас их очень много. И они стали такой визитной карточкой на сегодняшний день Чувашской республики. Это и международный оперный фестиваль, балетный фестиваль, Чебоксарский кинофестиваль, который недавно прошел. То есть, наверное, можно сделать вывод, что Чувашия все-таки это как культурная столица в ПФО, ну в первых рядах, по крайней мере. Это можно смело сказать не только в приводке на федеральном округе, но и на уровне Российской Федерации. Рабочие встречи, конференции – это все-таки такие рабочие моменты. А у нас предстоящие выходные, они плавно перетекают в праздник. 24 июня Чувашия отмечает День Республики. Вадим Петрович, какие мероприятия запланированы уже на выходные? Вы знаете, у нас в Республику уже для участия в мероприятиях, приуроченных Дню Республики, прибывают наши творческие коллективы. И они свое творчество, свое искусство будут демонстрировать не только в городе Чебоксары. И вот мы программу таким образом выстроили, чтобы вот эти коллективы выезжали и в районы Республики. Вот уже, в частности, вчера жители Красноармейского района могли знакомиться с творчеством творческого коллектива из Италии. А вот завтра у нас 21 июня прибывает два коллектива из Китая. И они уже с 21 числа опять же начнут свою, скажем так, творческую деятельность, творческое турне по районам и городам Чувашской Республики. Это, я думаю, что будет интересно. И в городе Чебоксары 21 июня состоится открытие выставки наших гостей из Китая. И здесь же они проведут чайную церемонию. Ну, вообще, Китай уже такая уникальная, интересная страна, где чайная церемония занимает, наверное, одно из главных мест. И они нам покажут всю эту церемонию от начала до конца. Традиционно в Чебоксарах в День Республики проходят Всечувашские Агадуи, Всероссийский конкурс «Родники России». Они будут проходить по обычному уже сценарию для жителей и гостей Чуваши или что-то поменялось? – Родники России имеют глубокие корни. Мы его уже проводим 22 года, 22 раз в этом году будем проводить. Есть определенные уже традиции, которые, безусловно, мы будем соблюдать и придерживаться этих традиций. Это, во-первых, театрализованные шествия коллективов, которые будут участвовать как на «Родниках России», так и на Агадуи. Это коллективы, которые приехали из регионов Российской Федерации. Традиционное театрализованное шествие участников, родников России состоится не 23, как мы привыкли, а 24 июня с 17.30 по центральной улице города Чебоксары. – Кроме этого, вы знаете, что у нас наравне с городом Чебоксары местом проведения праздничных мероприятий, приуроченных к Дню Республики, станет Комсомольский район. И в этом отношении жители, особенно, наверное, южных наших районов республики, это Батаревский, Шамушинский, Яльческий, Комсомольский, безусловно, район, Канарский, Янтиковский, они могут наших артистов самобытных, таких уникальных, которые будут принимать участие на «Родниках России», увидеть в селе Комсомольское. Это будет все 24 июня. Также интересный проект, который впервые в Чебоксарах реализовывается, это международный фестиваль современной музыки «Мус Энерготур». Интересный, на самом деле, проект. Участниками фестиваля станут 19 современных музыкантов. Это из Испании, из Португалии, Швейцарии, Италии, Франции, Армении. Вообще проект демонстрирует актуальные направления и течения европейской музыкальной культуры, такие как арт-рок, этно-рок, этно-джаз, авангард, электроника, в самых разнообразных комбинациях и импровизациях. Я думаю, что для молодежи может этот проект очень... Разносторонний, да? Всем будет интересно. Интересно, да. И еще один фестиваль – это фестиваль традиций и обрядов народов России «Фолкстейшн Чебоксары». Тоже впервые у нас реализуется этот проект, этот фестиваль. Я думаю, что это правильно, что в деле сохранения, популяризации и развития народной культуры, традиций, обрядов, вот такого рода фестивалей много не бывает. Спасибо, Вадим Петрович, за небольшую экскурсию по предстоящим мероприятиям. Я, в свою очередь, уважаемые телезрители, хочу поздравить всех с наступающим праздником Днем Республики. Это очень важный, главный для нас праздник. Хочу пожелать здоровья, благополучия, добра, любви и успехов. Я напоминаю вам, в студии мы беседовали с министром культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Вадимом Петровичем Ефимовым. Я и весь коллектив национального телевидения тоже поздравляем вас с наступающим Днем Республики. Гостям и жителям Чувашия желаем хорошо отдохнуть и посетить как можно больше мероприятий 24 июня.